И начнем выпуск с информации об ужасной трагедии в Татарстане. Сообщение о стрельбе в гимназии на улице Джаудата Файзи поступило правоохранителям утром 11 мая. Президент Татарстана Рустам Миниханов подтвердил гибель семерых детей в результате стрельбы в школе в Казани. Жертвами стали семеро учеников восьмого класса и учительница. В больницах находятся порядка 20 раненых, шестеро в реанимации в тяжелом состоянии. На момент стрельбы в образовательном учреждении находилось 714 детей, а также около 70 сотрудников, из которых 52 преподаватели. Стрелявший 2001 года рождения задержан. Президент России Владимир Путин выразил глубокое соболезнование родным и близким погибших при стрельбе в школе в Казани. Глава государства дал поручение правительству оказать содействие и обеспечение медицинской психологической помощи пострадавшим раненым детям. Оказать необходимое содействие родственникам погибших. Глава региона Юрий Бездудный начал еженедельное совещание с руководителями органов власти с соболезнованием жителям Татарстана. Начать я хотел бы с того, что в Казани случилась трагедия, большая беда. И мы все передаем соболезнования родственникам, жителям Татарстана, всему Татарстану. И вот та трагедия, которая там произошла, она заставляет и нас задуматься, все ли мы делаем для того, чтобы обеспечить безопасность наших детей. Поэтому предлагаю это вывести отдельным вопросом уже за рамки планерки. Проверить безопасность во всех школах. Наталья Александровна, знаю, что все школы охраняются ЧОПами. Тем не менее, надо дополнительно провести все проверки, насколько мы защитили наши школы и наших детей. Соответствующее распоряжение департаментом уже подготовлено, то есть работа уже начато. Полагаю, что детские сады тоже должны попасть в перечень по проверкам. Давайте проверим и посмотрим, насколько мы обеспечиваем безопасность детей в детских садах и школах. Мы, конечно, скорбим вместе со страной, с Татарстаном и искренне соболезнуем всем родным и близким. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура.